Воскресенье от Луки в 18 главе это известное чтение о том, как пришел молодой юноша богатый или его называют иногда правителем в самом случае он был видный человек который имел много денег и он задал Христу вопрос как что нужно сделать, чтобы войти в Царство Божие для того, чтобы лучше понять этот отрывок и как Христос реагировал на этот вопрос этого богатого правителя следует нам представить себе контекст в котором это произошло что произошло непосредственно до того, как этот юноша или правитель обратился к Христу со своим вопросом аж произошло то, что дети окружили Христа они чувствовали в нем святость они чувствовали что это не обычный человек и к нему тянулись а апостолы их прогоняли мол уходите уходите не мешайте нам а Христос как вам всем известно сказал не мешайте детям приходить ко мне ибо таковых есть Царство Божие и этот богатый юноша который задал вопрос что мне сделать чтобы войти в Царство конечно услышал эти слова Христа потому что они были произнесены громко чтобы все услышали в первую очередь конечно апостолы потому что Господь преподал им нужный урок Он учил как нужно себя вести как нужно всех привлекать к себе к Богу и вот предстоит перед Христом этот богатый юноша и говорит что мне сделать чтобы войти в Царство и Христос отвечает ему соблюдай заповеди и Христос выделяет по-моему четыре если я не ошибаюсь заповеди из диколога из десяти заповедей данных Моисе не прелюбодействуй не кради почитай родителей своих не уби поэти заповеди выделил и вот этот юноша отвечает ему учитель благи рави значит рави как это по-русски равин учитель по-еврейски все это я соблюдал с детства вот тебе и надо нас христианство учит если вы делаете если вы преуспеваете в добродетелях чем больше ближе вы приближаетесь к Богу тем праведнее вы живете тем грешнее вы чувствуете себя вот такой парадокс христианский дело в том что святые люди преподобные святители они настолько высоко духовно стоят по сравнению с нами что им дано видеть и чувствовать гораздо больше чем мы грешные люди они тоже грешники есть человек и же жив будет и не согрешит только один Христос из людей так что все мы грешники вместо того чтобы прославлять себя хвалить себя за то что я соблюдал все я соблюдаю все заповеди от юности моих даже вот этого надо всячески избегать и Христос в ответ на слова этого юноши так если можно так представить себе Христос слышит этот ответ и думает ничего себе человек думает что он все исполнил и таким образом он унаследует царство Божие и задает мне этот вопрос риторически потому что он сам уже решил что он войдет в царство Божие и вот тогда в ответ на это Христос ему говорит в таком случае если ты соблюдал все заповеди значит ты достиг такого уровня пойди продай все что ты имеешь и раздай нищие как как этот юноша богатый реагировал на слова на это повеление Христа евангелист говорит что он отошел с печалью в этот момент я надеюсь этот богатый правитель понял что просто соблюдать заповеди это недостаточно дело в том что заповеди наши богослужения наши таинства они сами по себе не спасают нас мы обязаны войти в дух этих заповедей в дух и смысл этих богослужений этих таинств чтобы получить настоящую пользу просто говорит приходит на исповеди говорит ну вот батюшка я ничего плохого особенного не сделал никого не убил ничего не украл и в общем поставить галочку вот какой я хороший уже тот факт что человек выделяет свои добродетели и о них рассказывает это страшный грех это грех гордыни а гордыня как говорят святые отцы это матерь всех грехов от гордыни исходит все остальное это легко проследить просто нет времени и матушка будет меня ругать что я слишком долго говорю но это факт Бог гордым противится а смиренным дает благодать это по церковно славянски но понятно Бог гордым Бог сопротивляется гордыне и дает свою благодать смиренным так что этот юноша должен был смириться он должен был скривать свои добродетели а кроме того все что он исполнял он исполнял по-иудейски они были буквой еды они считали что раз я пощусь в день посты в шаббат я посещаю синагогу все в порядке но какой смысл соблюдать шаббат субботу ходить в синагогу или в храм и стоять слушать Евангелие слушать апостольское чтение слушать проповедь если проповедь удачная не как сегодняшняя ответ не спасет вас или меня то есть мы должны услышать то что мы услышали применить действую то есть жить по словам Евангелия жить по смыслу законов и заповедей не просто их соблюдать внешне а нужно соблюдать в жизни вот таков урок сегодняшнего евангельского чтения и замечательного апостольского чтения к сожалению у меня нет времени его разобрать с вами сегодня может быть когда-нибудь в другой раз так что дай Бог чтобы мы услышав сегодняшнее Евангелие от Луки может быть даже хорошо было бы когда вы придете домой откройте свое Евангелие 18 глава от Луки перечтите и задумайтесь помогай вам Бог благословение Господне на вас только благодать и человек и любви всегда принеслась и любви от Луки нет от Луки Продолжение следует...